Всем привет! Каждый день в нашем городе насыщен яркими событиями. О том, что скрасило серые будни, расскажу вам я, Аурелия Сташкова. Начинаем наш выпуск. Ректор КФУ встретился с самыми активными студентами России. Для начинающих журналистов стартовали тренинги в рамках образовательной программы фестиваля «Вместе. Медиа». Как Институт психологии отметил свое пятилетие, узнаешь уже через несколько минут. Студенческая самодеятельность принесет огромную пользу стране и миру, если молодые лидеры объединят свои силы. Самые инициативные студенты России собрались в стенах Казанского федерального университета, чтобы заявить о своих планах и новейших проектах. Нашей съемочной группе удалось выяснить, кто и как планирует будущее уже сегодня. Смотрим. Казанский университет. Мы ставим задачу, начиная с студенческой страны, чтобы чувство реализации всего собственного потенциала у молодых людей появилось такое, что они не могут сделать здесь. Никто, кроме вас, это не сделает. Никто не придет. Что-то говорят, что-то можно сделать, кто-то пусть нам что-то скажет. А что делать и как делать, сказать никто не может. Представители Федерального агентства по делам молодежи и руководства КФУ обсудили с активистами масштабные проекты, на которые действительно стоит обратить внимание. Много значимым достижением для нас является победа в Привозском окружном этапе всероссийского конкурса «Студенческий лидер», победа в Одинском межвузовском конкурсе в специально значимых проектах «Моя инициатива в образовании», победа в различных номинациях ежегодной студенческой премии Республики Татарстан, Республиканского фестиваля «Студенческая весна», золотой диплом номинации университетской хоры и хорынговых учебных заведений. Эти и многие достижения являются результатом тех, сном взаимодействия с техническими общественными объединениями и администрацией университета. Стоит отметить, что Казанский федеральный стал площадкой для проведения мероприятия не случайно. Мы видим, как изменился университет. Вообще, как изменился университет в мире, и их роль в мире. И роль университетов у нас в России. То есть, их границы стали прозрачными. Мы вообще не можем себе представить, как это обособление университетов от реальной политики, от системы образования общего, среднефункционального образования в регионе Российской Федерации. Насколько они открыты и насколько они прозрачны. Именно эта информационная прозрачность, их открытость, во многом зависит от их эффективности, их работы. Подтверждая сказанное, ректор Казанского университета подписал соглашение о дальнейшем сотрудничестве с Организацией студенческого самоуправления КФУ. Не обошлось и без подарков. Представители иногородних студенческих организаций искренне поздравили КФУ с 212-летием. А после гостей вуза ожидал приятный сюрприз в виде экскурсии по студенческому телеканалу Универ ТВ. Здесь они узнали много нового. Я впервые вижу студенческое телевидение, которое вещает в круглосуточном режиме. Здесь, как я узнал из экскурсии и из посещения телестудий, довольно-таки на высокопрофессиональном уровне выходят информационные, новостные программы, которые освещают различные аспекты студенческой жизни. Прошедшее мероприятие призвано сыграть важную роль в развитии студенчества. Безусловно, такой обмен опытом между представителями молодежных организаций России всегда полезен и нужен. Адель Шамилова, Дмитрий Язвинский, Ленардо Вольтьяров, Универ Ньюс. О чем рассказывает Всемирная сеть сегодня, предлагаю узнать в нашей традиционной рубрике Веб Ньюс. Две компании из Татарстана получили премию правительства России в области качества за 2016 год. Распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. В категории компании с численностью сотрудников более 1000 человек лауреатом стала АО «Танека». В категории со штатом до 250 человек – ОО «Таграс Ремсервис». Руководители крупных холдингов представят Татарстан на Всемирном зерновом форуме в Сочи, который пройдет с 18 по 19 ноября. В составе делегации Татарстана будет 16 человек. Стоит отметить, что Всемирный зерновой форум – крупнейшее деловое событие зернового рынка, направленное на разработку предложения и рекомендации по дальнейшему развитию отрасли и обсуждению вопросов глобальной продовольственной безопасности. Российские ученые создали средства омоложения на основе биокожи. Разработку представили на выставке «Медицина, красота и здоровье» в Оренбурге. По словам ученых, это уникальное средство, которое позволит получить эффект общего омоложения организма, улучшения самочувствия. «Уникс» готов к битве с Маккаби. В ходе открытой тренировки «Уникса» за сутки до матча Евролиги с Маккаби в Тель-Авив игроки и тренеры казанской команды дали понять, что готовы к матчу с израильтянами. Вокальный ансамбль «Ямле» представит Татарстан на международном конкурсе «Идель-2016». 24 ноября впервые в набережных Челнах состоится научный квест для студентов. Участникам предстоит использовать все свои знания и умения, включая логику, чтобы выполнить задания. КФУ налаживает тесные контакты с Алматы Менеджмент Университетом. Еще в июле 2015 года ректор КФУ посетил с визитом Казахстан и Алматы Менеджмент Университет. Накануне давний друг КФУ Ассалбек Кажахметов, президент одного из крупнейших университетов Казахстана, прибыл с ответным визитом в Казань. Цель посещения – наладить более тесные контакты и дать старт новым проектам. Прежде всего, стороны ознакомились с теми изменениями, которые произошли в Казанском университете за последний год. 17 ноября в КФУ состояла Международная научно-практическая конференция «Социально-педагогические технологии работы с различными категориями детей», посвященная 25-летию российского общества Янушу Корчика. Новости есть везде, но как их правильно найти и существует ли формула новостей? Об этом и не только рассказал редактор «России-24» Вадим Колнобрыцкий на тренинге для начинающих телевизионных журналистов. Все подробности смотрите далее. Новости – это истории. Рассказывайте их интересно. Именно с этих слов начался тренинг от редактора «России-24» Вадима Колнобрыцкого. Для начинающих журналистов стартовали трехдневные мастер-классы, приглашенных ведущих экспертов в области журналистики, традиционных и новых медиа. В рамках образовательных программ «Вместе медиа» студентам журфака расскажут, как собирать уникальный материал для репортажа, делать новости из ничего и превращать сухую статистику в увлекательные истории. Теория – хорошо, но нет ничего лучше применить знания на практике. Студентов ждут ряд заданий, и лучшие работы выйдут на сайте университета и в социальных сетях проекта «Вместе медиа». То есть мы разделили студентов на пары продюсер-репортер, ну и некоторые сами себе продюсеры и сами себе репортеры в одном лице. И вот одна пара, буквально одна команда будет определена лучшая. Мы посовещаемся с организаторами фестиваля, и обещали они, что эти люди будут приглашены на финал в Москву. Финал фестиваля «Вместе медиа». Елизавета Евтифеева, Руслан Урозаев, Роман Самарин, Универ Ньюс. 16 ноября Институту психологии и образования исполнилось 5 лет. В этот день студенческая жизнь института окрасилась в самые яркие цвета. Как это было, ты увидишь в сюжете Дианы Шиловой. Если бы любая потребность удовлетворялась бы сразу, представление о реальности, возможно, никогда бы не возникло. Так, когда-то сказал знаменитый немецко-американский психоаналитик Отте Фенихель. В среду, 16 ноября, Институту психологии и образования КФУ исполнилось 5 лет. За три дня до начала мероприятия студенческий совет института выпустил промо-ролик с анонсом предстоящего мероприятия. И на такой же яркой и неординарной волне продолжили свой день рождения. С самого начала дня ребята встречали всех, вошедших в стены института импровизированным представлением, которое задало всем положительную волну. День рождения института психологии и образования выдался по-настоящему динамичным и феерическим. Студенты порадовали зрителей своими творческими номерами. Изюминкой вечера стал легендарный номер «Мысли танцоров», который в этом году стал лауреатом Республиканской студенческой весны 2016. Номер стал приятным подарком не только старожилам института, но и приятным открытием для первокурсников, которым удалось увидеть его в этот день в первый раз. Завершением вечера стал большой прачечный торт, который все дружно задули и загадали желания. Диана Шилова, Универньюз. В Татарстане уделяется особое внимание укреплению межнациональных отношений. Представители различных национальностей собрались в молодежном центре «Волга», где общались, выполняли различные задания и поднимали актуальные вопросы. Как это было, расскажет наш корреспондент Анна Глазунова. В молодежном центре «Волга» форум «Дружба народов богатства Татарстана» объединил людей разных национальностей со всего мира. Всего участия приняли 180 человек – представители 35 национальностей. Форум «Дружба народов богатства Татарстана» стал уже традиционным мероприятием для республики и проходит уже четвертый год подряд. Мы подбираем направления, каждый год всегда новые, для того, чтобы все большее количество молодежи привлекалось к нашей деятельности. В этом году в программу вошло четыре направления. А история квеста, центр компетенции СМИ, парапланы и киберхранители. Каждый из участников выбрал направление себе по душе. На история квеста ребята изучали историю городов и муниципальных районов республики Татарстан. В начале форума они приняли участие в квестах, а потом и сами занимались их созданием. В такой игровой форме молодежь не только весело провела время, но и изучила историю и развитие межнациональных отношений в республике Татарстан. Мы составляем исторические квесты, что очень важно и ценно, потому что очень важно помнить историю тех людей, героев, поэтов, которые внесли большой вклад в развитие всего мира. Направление «Центр компетенции СМИ» объединило людей, которые любят писать и освещать вопросы межнационального и межкультурного взаимодействия. Здесь учат правильно и достоверно преподносить информацию, чтобы бережно относиться к чувствам другого человека. На форуме как раз-таки мы добились полного взаимодействия, понимания, согласия. То есть у нас команда состоит из разных национальностей, но действительно чувствуется, что мы целая команда, единая. В общем, все друг друга помогают, поддерживают. Одним из направлений форума является киберхранители. Ребята занимаются мониторингом и анализом интернета на предмет профилактики экстремизма и национализма. Киберхранители – это направление, занимающееся, так скажем, охраной сети, безопасностью сети. Конкретно чем будут заниматься ребята, занимаются ребята, которые у нас на площадке сейчас есть, это разоблачение неточностей в сети интернет, конкретно если мы говорим о Википедии, то есть разоблачение каких-то мифов Википедии, которые имеются. Одним из ключевых направлений является параплан, где участники создают различные проекты, акции, мероприятия, чтобы по возвращению домой каждый из них смог реализовать эти задумки и идеи. Гостями и спикерами форума выступили ведущие специалисты в различных областях. Участники форума во время работы по направлениям высказывали свое мнение, вели дискуссии и решали проблемы. Наш форум – это школа для молодежи, пройдя через которую, и ты уже будешь думать о том, как не оскорбить чувства представителей того или иного народа, чтобы не допустить межнациональные конфликты. За время форума ребята не только получили массу положительных эмоций и новых знаний, но и обрели друзей. Анна Глазунова, Роман Самарин, Универ Ньюз. На этом у меня все. Будь всегда в теме с Универ Ньюз. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!